Здравствуйте! Правда? Не может такого быть. Правда? Вокалисты? Да! Вот, теперь я слышу, что вокалисты. Мне кажется, что преподавать нужно иметь определенный талант, слышание, соответственно, опыт, конечно, чего вот на данный момент у меня, мне кажется, нет. Поэтому я не преподаю и не рискую. Вот, мастер-класс, это тоже слишком высоко сказано. Вот, поэтому я бы это хотел назвать как-то по-другому, как я не знаю. Скорее всего, может быть, какой-то обмен опытом, что ли. Поэтому те люди, которые сегодня будут петь, я буду с удовольствием слушать, с одной стороны. С другой стороны, я буду у них тоже учиться. А если какие-то мои, может быть, советы, какие-то знания окажутся вам полезны, а я буду... Вы не представляете, какой я буду счастливый. Почнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Симон 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 молодой человек и на правильном пути только знаете вот когда вот таким местам подбирает я вам не зря говорю я тенор я тенор вы больше тут не тот самый не не драматические лирика драматические или драматические или вообще как в баритон тенор тут пошло пошло уже тут понятие дель монако тоже тенором пел и исправлялся еле-еле тоже так что здесь уже здесь уже не не о качестве года вернее о не типе голоса говорится нужно хилять верхние ноты дорогуша вот нужно хорошо хорошо их чувствовать и все вот первая бимор очень хорошо получилось да по-моему хорошо получилось вот вот на соль немножко поджали вы но ничего в направленном пути абсолютно молодец дергайте дергайте себя не 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 стоит если вы взялись петь такую арию и это не там не гендель не бах где можно спокойно петь и докладывать это вам батенька виризма поэтому доложите уже как как следует я вас поздравляю спасибо про стирки ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Абсолютно убедительно. Единственное, что мне бы хотелось бы, то есть вы, я вижу, вы держите зал, у вас прекрасная и внешность, и руки, и вы, вот есть такое правило, что когда, ну от Ария до Капо, да, у вас реприза, когда повторяется, вы абсолютно одинаково спели, как и разработки. То есть, ну, мне кажется, это нужно учесть, и контрасты все-таки это все в нашем деле. То есть вы, в первой части, вы такая, ну, в общем, обворожительная, томная, вот, вторая часть у вас идет на контраст, и нужно больше, ну, как вот этих вот таких вот брызг, понимаете, таких хрустальных, вот, мне хотелось бы. И третью часть придумайте для себя какую-нибудь другую. Просто я, ну, как интерпретационно, ну, что можно сказать? Главное, чтобы вам было прежде всего самое интересное. Ваши ручки иногда ваши враги, понимаете? Вот. У вас прекрасные, красивые очень руки, очень выразительные. Вот. И с ними, я знаю, что руки, когда, когда рука идет, уже трудно ее остановить. То есть, вторая рука – это продолжение души. Вот. Иной раз хочется уже спрятать, а поздно. Вот. Может быть, это зависит от всего, от, вот, от атмосферы, от органики. Вот. Ну, вы очень-очень-очень близко находитесь, вот, полный, по-моему, в балансе, в органике. Мне кажется, что вот, если бы вы обратили на это внимание, тоже было бы очень хорошо. И, конечно, французский язык. Вы меня извините. Ну, половина арии, ну, не половина, ну, первая часть, я думал, вы по-русски поете. Правда. Ну, а французский – это самый неудобный певческий язык для всех, кроме французов. Но все-таки хотелось, чтобы это больше на французский язык походило. Вот. Поработайте с французским учителем. Вот. Ну, что я просто по себе знаю. Вот у меня жена, она по-французски говорит первый ее язык. Но для меня каждый раз, обращаясь к французским произведениям, это каторга, просто каторга. Каждый слог, каждое гласное – это практически все антивокально. Но, тем не менее, все-таки для этого хотелось бы, чтобы вы какое-то время посвятили, поработали и продолжали работать в этом направлении. Потому что для вашего голоса во французских операх, в французской музыке очень много написано, соответственно, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признанья, любви невинной излияния. Мне ваша веренность мила, она в волненье привела, давно умолкнувши чувства. Но вас хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу, признанием так же без искусства. Примите, ж исповедь мою, себя на судам отдаю. Звучит, ж исповедь мою, себя на судам отдаю. Звучит, ж исповедь мою, себя на судам отдаю. Когда б мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, то верно б, кроме вас одной невесты не искал иной. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их не достоин вовсе я. Поверьте, совесть в том порукой, супружества нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовит гимн. Мечтам и годам нет возврата, ах, нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью, брата, любовью, брата. Или может быть еще сильней, или может быть еще, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая деда. Мечтами, мечтами легкие мечты. Учитесь властвовать собой. Вот то, что он дальше поет, расти. Очень хорошо, мне кажется, общее состояние Онегина, его от начала до конца, очень хорошо и естественно натурально передано. Умница. А вы на каком курсе? На пятом. На пятом? А сколько вам лет? 23. 23. Ну, это совсем мало. Я надеюсь, что Онегин пройдет у вас через всю вашу жизнь и вы будете его петь до 60, если не больше. Ну, и, соответственно, вместе с вами этот Онегин будет наверняка меняться и ваши представления о том, какой вы Онегин. На первый взгляд кажется, что это такая школьная, казалось бы, простая и роль, и вот этого тариоза. К сожалению, это нет. Это не так. Очень сложная. Очень сложная. И вот перед вами, прежде чем вот вы мне писали, не отпирайтесь, вам нужна, ну, во-первых, наверное, Татьяна, девочка какая-то. Вот представили вы себе, если не представляете, ну, просто вот, вот она. Вас как зовут? Лера. Лера. Вот, вот представьте, что Лера, вот это Татьяна, вот, и вы, ну, батенька несколько зажат, а я не хотел бы, чтобы вы зажаты были, поэтому вот у вас руки гуляют, как вот, соответственно. Ну, и, и, чтобы они не гуляли, оставьте их в покое вообще, выражайте все своим голосом и своим сердцем. Вот, ну, может попробуем или не стоит? Ну, попробуем, да, попробуем, да. Давайте, ну, вот сначала, вы мне писали, вы мне писали, я говорю, не, не писал, не драйтесь, вот, ну, скажите что-нибудь так, чтобы... Вот как, вот в нашем первом случае с прологом, давайте подергаем его, давайте, попробуем, давайте. Вы такой, пришли, короче. Ну, корректный человек все-таки, не клоу. В огне писали, не отпирайтесь. Уже тепло, да? Молодец, умница. Я хочу понять в вашем, в вашей арии гамму чувств, то, что вы чувствуете, то, что вы хотите сказать, то, что вы не хотите сказать. Подергайте, пожалуйста. Только не надо наклоняться. Вот, давайте, Татьяна. Татьяна, наверху кто-нибудь есть? Помашите ручкой. Вон там. Нет, там далеко, вот здесь вот. Как вас зовут? Света. Вот Света, вот Света, вот, видите Света? Рекомендую. 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 Серьезно, серьезно. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признанья Любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, Она волнение привела. Давно умолкнувши чувства, Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу, Признанием так же без искусства. Молодцы! Прекрасно! Очень хорошо! А теперь над фразой. Что же у нас фраза оторвется? И все, это докладывание сплошное. Понимаете? Надо, чтобы все-таки фразы были, И чтобы слова-то они с фразой состыковывались. И чтобы голосом-то фраза наполнялась тоже. Хотелось бы. Вот. Я мне ваша искренно сняла, Она в волнение привела, Поиграйте! Она в волнение привела, Давно умолкнувши чувства, Но... Без руки. Пардон. Но вас хвалить я не хочу. Поиграйте. То есть вы как по-русски бы сказали, Не хочу. Я за нее вам отплачу. Призна... Там же отплачу признанием, да? А вы рвете все, рвете. Если у вас дыхания не хватает, Возьмите дыхание, но сделайте так, Чтобы не порвалось. Давай. Мне ваша искренность мила, Она в волнение привела, Давно умолкнувши чувства, Но восхвалить я не хочу. Поменяйте краску. Да, на, 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 Ну, свои чувства. Но посидите, может быть, на Н. Но восхвалить я не хочу. Поменяйте краску, Потому что это ведь совершенно Другая мысль. В общем, да. Ага. Давно умолкнувши чувства, Но восхвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу, Признанием так же без искусства. Примите ж исповедь мою, Себя на суд вам отдаю. Давай. Давай. Чтобы жить домашним кругом, Я ограничить захотел, Когда б мне быть отцом супругом, Приятный жребий повелел, То верно б кроме вас одной Невесты не искал иной. Но я не создан для блаженства, Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, Их не достоин вовсе я. Поверьте, совесть в том порукой, Супружества нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, Привыкнув разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы Нам заготовит гимнене. Иль может быть нам много дней. Мечтам и годам нет возврата, Ах, нет возврата, Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью, брата, Любовью, брата. Иль может быть еще сильней, Иль может быть, Иль может быть, Еще, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, Сменит не раз владая дело. Мечтами, мечтами, Легкие мечты. Иль значит не придает bonding. Хочется жарить с … Жить беру опыта. гениальной истории вот я я надеюсь что как и онегин и и другие в общем роли персонажи пройдут с вами через всю вашу жизнь я же я желаю желаю вам успех здрасте как вас зовут алексей я хотел бы исполнить обе линии а персам приюты в адене давай давай о о о о о о о о о Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Спасибо. 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 По-русски.